Здравствуйте! Сегодня у нас 6 мая. Запишите на полях число и в тетради запишите тему урока графики. Когда Маше был год, ее рост составлял 70 см. Когда ей было 3 года, 100 см. В 5 лет ее рост был 120 см и в 7 лет был рост 130 см. По этим данным можно построить диаграмму. Видим, что в первый год рост составлял 70 см, в 5 лет 120 см, в 7 лет 130 см. Но по этой диаграмме не полностью видно, как менялся рост Маше. Она росла все время, а на диаграмме лишь виден ее рост, когда ей было год, 3, 5 и 7 лет. Соединим верхние концы столбиков линиями. Получится у нас ломаная линия, которая нагляднее показывает, как изменялся рост Маше. Мы видим, что в 4 года ее рост равнялся приближенно 115 см. А в 6 лет примерно 130 см. Если бы рост Маше измерялся все время, то получилась бы не ломаная, а гладкая линия. По этой линии можно узнать рост Маше в любом возрасте от года до 7 лет. Эту линию называют графиком роста Маше. Для большей точности построения графика их чертят на миллиметрованной бумаге. Например, наш график будет выглядеть следующим образом. Здесь можно более точно увидеть рост Маше в определенном возрасте. Смотрите, одна маленькая клеточка у нас будет составлять 5 см. Потому что у нас от 50 до 100 будет 50 делений. Их всего здесь 10. 50 делим на 10, получается 5. Можно определить 4 года, 6 лет и так далее. Графиком пользуются для изображения движения. Пусть поезд, идущий со скоростью 60 км в час, вышел в 3 часа утра из города Омска. Тогда в 4 часа он окажется на расстоянии 60 км от Омска. 5 часов на расстоянии 120 км от Омска. И так далее. Эта таблица показывает расстояние поезда от Омска в разные моменты времени. Например, в 6 часов на расстоянии 180 км от Омска. В 9 часов он был на расстоянии 360 км. Если же поезд не вышел из Омска в 3 часа утра, а прошел мимо него в это время, то таблицу можно продолжить и влево. По этой таблице видно, что в 1 час поезд был на расстоянии минус 120 км от Омска. Это значит, что он еще не доехал до Омска. 120 км. В 2 часа он не доехал до Омска 60 км. А вот в 3 часа он доехал до Омска. То есть расстояние его равно до Омска уже 0 км. Это означает, что он уже в Омске. Изобразим теперь пары чисел точками на координатной плоскости. При этом удобнее выбирать разные масштабы на осях координат. На оси Абсцисс изображаем 1 час отрезком 1 см. Получим точки А, Б, С, Д, Е, Ф, Х. Таким образом, точка А с координатами 3,0 означает, что поезд находился в Омске. Точка С означает, что поезд находился на расстоянии 120 км от Омска. Знак минус показывает, что поезд еще не дошел до Омска. Все точки и М, Л и К тоже лежат на одной прямой. Эту прямую называют графиком движения поезда. По графику можно узнать, где находился поезд. Например, в 6 часов 30 минут. Он находился на расстоянии 210 км. Это средний между 180 и 240 км. Или в 1 час 30 минут. Он не дошел до Омска 90 км. Это тоже средний. От 60 до 120 км. Здесь изображен график движения автомобиля. Итак, через час после начала движения автомобиль проехал 60 км от дома. Через 2 часа он проехал 120 км. Причем ехал автомобиль равномерно первые 2 часа. Затем, отъехав за 2 часа на расстоянии 120 км, автомобиль остановился и стоял ровно 1 час. Итак, в тетради запишите, пожалуйста, что такое график. Это линия, дающая наглядное представление о характере зависимости какой-либо величины от другой. Где у нас применяют ответки по графику на вопросы. Какая температура была в сентябре? Смотрим. На горизонтальном линии у нас отмечены месяцы. На вертикальном линии у нас температуры. Температура. То есть ошибочка. Температура отмечена. Итак, какая температура была в сентябре? Вот у нас сентябрь. Находим, что температура у нас была плюс 8. В каком месяце температура была плюс 16? Смотрим. Встроим прямую, да, соединяем. Получаем. Идем. В каком месяце температура была минус 8? Еврали. В каком месяце температура была самая высокая? Находим самое максимальное значение. Это было 20, да, и была она в июле. В каком месяце температура была самая низкая? Находим. Это была температура в декабре. Минус 12. Где же встречаются графики? С помощью графиков врачи выявляют болезни сердца, изучая графики, полученные с помощью кардиографа. Их называют кардиограммами. Кроме этого, врачи составляют графики для изучения и анализа некоторых данных. Графики используются из электроэнергии. В метеорологии. График хода температур за февраль. Например. Изменение температур и так далее. Домашнее задание. Прочитать внимательно параграф 47. Выполнить номер 1336. Строить график там не нужно. Там просто нужно записать данные по графику. И выполнить номер 1345. Это для повторения. Итак, на этом мы с вами урок заканчиваем. Всего доброго. Удачного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok